Ах, Нио, как же я отлично выспалась. Сейчас немножечко полежу в кроватке и обреду себя. Так, подождите, что это такое? Школьные танцы? Школьные танцы? О нет! Котята, я все проспала, я проспала уроки, и я теперь пришла на танцы в пижаме. О нет! Нио, всем привет, котята, я Кошка Лана. И сегодня я решила поиграть в школу феи принцессы русалок, потому что очень давно в нее не играла. Я даже боюсь, что меня там будут ругать за то, что я пропустила столько уроков. Нио! Кстати, ребята, не забывайте, что сейчас у нас с Лео в группе ВКонтакте идет конкурс рисунков человека подводного слона. Он продлится до этого воскресенья, 25 февраля. Так что хватайте краски, карандаши, цветные фломастеры, что угодно, и бегом рисовать. Нио! Кстати, котята, ахиии, принцессы и русалки не съели торт на 14 февраля. Вот он стоит целенький. Кстати, тут отрезаны кусочки, но я не понимаю, откуда их отрезали. По-моему, это какие-то отдельные маленькие тортики, которые изготовили в виде кусочков торта. Потому что этот торт главный, который я думала, они с удовольствием слопают, лежит тут, и никто его не съел. Вы представляете, какая у них сила воли, как они следят за своей фигурой. Мяу! И да, котята, кто не знает, я купила себе огромную юбку за 10 тысяч бриллиантов. Смотрите, какая она прекрасная. Поэтому мне просто не терпелось еще поиграть. Я очень хочу, чтобы в школе все увидели, какая у меня замечательная юбка. Так что побежали на уроки. Я надеюсь, я не слишком много пропустила, пока с вами разговаривала. Мяу! Здесь юбка, кажется, еще более красивая. Смотрите, какая она яркая. Мяу, здорово! И да, котята, я не пропустила ни одного урока, потому что сейчас еще ночь. Я прибежала в школу ночью. Вы представляете, какая у меня тяга к учебе? Кто еще хочет так же учиться, как я? Вот там девчонки уже столклись у шкафчика с Валентинкой. А я возьму себе шкафчик с красненькой Валентинкой. И все, это будет мой. Отлично. И я думаю, может быть, мне стоит переодеться, раз у меня еще столько времени даже до начала завтрака. Давайте полетим и найдем себе комнату. Так. А вот тут куда-то летят девчонки. Может быть, здесь у меня будет место? Так, здесь уже живет какая-то девочка. А давайте найдем комнату где-нибудь повыше. Так, вот, вот и наши комнаты. Отлично, смотрите, здесь никого нет. И вот она моя комната. Только почему-то у меня... Ага, все, я шторы зашторила. Давайте, давайте тогда переоденемся, раз у меня сколько времени. Я правда не знаю, как здесь включить освещение. Наверное, вечером принцессам, феям, русалкам запрещают включать свет в этой школе, чтобы... А, не знаю, может, они экономят электричество. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что я могу надеть. Естественно, я буду в этой юбке. Это вообще не обсуждается. Она замечательная, она такая красивая. Вот только, может быть, я поменяю ее цвет. Так, ну давайте посмотрим. Как вы помните, ребята, это красное платье было специально ко дню Святого Валентина. Я понимаю, что у них праздник еще вроде как не закончился. А формирование еще лежит, Валентинки никому не раздавали. Но я думаю, что мне стоит надеть что-то попроще. Кстати, возможно, возможно, моя юбка сегодня будет белого цвета. Белая юбка, голубые крылья, немного бирюзовая вот эта верхняя часть. И, котят, заметили, у меня есть браслетки на руках. Мне кажется, это довольно симпатично. Так, котята, наверное, сегодня я буду выглядеть именно так. Ну что, наш завтрак начинается. Давайте туда полетим, ну-ка, где мой телепорт. Не хочу лететь на завтрак прямо из комнаты. Мяу. Так, котята, у нас уже завтрак. Давайте что-нибудь выберем. По-моему, они не хотят меня кормить. Так, вот. А давайте... Ну, раз у нас завтрак, может быть, стоит выбрать что-нибудь питательное, чтобы хватило сил на весь день. Так, вафли, яичницы и фрукты. Да, мне нравится. Это 14 бриллиантов. Дороговато. Ну, давайте. А это выглядит довольно аппетитно. Смотрите. Только я не видела где-то яичницы, но, возможно, она где-то внутри вафелек. Так, давайте присядем за стол. Вот он мне нравится. Кстати, что это? Они какие-то свечки поставили такие сердечками. Здорово. И, котята, моя юбка полностью скрывает стул. Я сижу как будто на своей юбке. Вот так даже незаметно. Как будто я просто привстала. Тут и такая, да, я стою поем. Ничего страшного. Мяу. Мне очень нравится моя юбка. Она замечательная. И, по-моему, она правда должна искриться. Я выбирала искрящийся цвет. Но ничего, ничего. Давайте поедим. Кстати, котята, я же совсем забыла. Мне же нужно забрать учебники из своего шкафчика. А я этого не сделала, когда прибежала в школу ночью. Ну да, кто ночью думает об учебниках? Так, котята, я поела. И давайте быстренько, пока не начались наши уроки. О, нет, о, нет. Я когда вот так лечу, я ничего не вижу из-за своей юбки. Итак, нужно немножечко отдалить. Давайте быстренько возьмем свои учебники. Я, кстати, даже не смотрела на расписание. Но мне кажется, что стоит их все забрать. Так, вот они у меня. И, о, нет, котята, у нас физкультура. Физкультура, а я в огромной красивой юбке. Какая девочка дрожая с едой сюда прибежала. Она настолько голодная. Так, ладно, хорошо. А сегодня я не буду на это переодеваться. Давайте я устрою физкультуру в юбке. Почему бы и нет? Я слишком долго готовила сегодняшний костюм. Как будто у меня нет школьной формы. Так, подождите. Вот, вот теперь мы начинаем бежать. Итак, побежали. Мне кажется, что я себе устроила еще более сложный урок. Потому что, ну как можно в этой юбке перепрыгивать через препятствие. Котята, а я потом еще и в воду полезу. О, нет, о, нет. Я не знаю, что делать. Так, давайте, давайте быстренько попробуем справиться с этим уроком. Котя, как вообще в ней можно забираться на эти препятствия? А еще я не вижу вот этой палочки, по которой нужно идти. Так, хорошо. Я стараюсь. У меня все получится. А! Нет, я упала. Я знала, что эта юбка меня подведет. Вот, котят, поэтому на физкультуру нужна сменная одежда. Видите, как смешно выглядит фея в огромной юбке. Мяу, я опять упала, что такое? Так, ладно, ладно, забираемся снова. Ах, котят, это сложно, это сложно. Я, правда, я не вижу, куда я наступаю, котят. По-моему, меня сейчас вообще выгонит сырок, и я получу плохую оценку. Так, мне нужно снять эту юбку. Да, вот это гораздо лучше. Помните, когда-то я играла в эту игру именно так? Это, конечно, странно, стоя на середине препятствия, переодевалась. Но ничего, ничего. Вот там же какие-то девчонки прибежали, а у меня не остается времени. Да что ж это такое-то? А, так, хорошо, хорошо. Мы летим. Давай быстрее, мяу. Да что ж такое-то? Так, вот, нужно перепрыгнуть через эти... 20 секунд остается, котят. 20 секунд до конца урока. Я еще даже не забралась на эту штуку, а мне еще бить в этот колокол. Так, мяу. Отлично, все. О, есть, я успела. Я не знаю, какую оценку я сейчас получу, но мне кажется, что не очень хорошую, мяу. Там уже даже мест почти не осталось, чтобы присесть. Пятерка с минусом. Кто-то надо мной, по-моему, сжалился. Мяу, но это здорово. Итак, я думаю, что сегодня физкультуры уже быть не должно, разве что плавание. Давайте посмотрим расписание. Да, плавание, но через один урок. Поэтому я думаю, что пока что мы можем надеть юбку. И кого мы сегодня будем рисовать? Мне прям интересно. Котята, что это такое? Возможно, это воздушный змей. Возможно, это пицца с синим сыром. Хотя вряд ли. Котят, я не знаю, я еще никогда не рисовала такую странную штуковину. Но давайте. Кстати, пишите свои варианты в комментариях. Что это может быть? Что мы сейчас рисуем? Мне вообще нравится. Здесь они дают задание и не объясняют, кого мы должны нарисовать. Откуда я знаю? Это урок перерисовывания, что ли? И да, моя юбка мне снова мешает. Я не знаю, что... Котят, подождите. Какой это цвет сбоку? Какой это цвет? Да, это все-таки коричневый. Очень странно, очень странно. Так, теперь нам нужны желтые вот эти вот полосочки. Я буду думать, что я рисую воздушного змея. Отлично, по-моему, мой рисунок готов. Вроде даже без ошибок, да. И теперь мне нужно нарисовать его снова. Тут чем больше раз вы нарисуете рисунок, тем выше у вас будет оценка. Я не знаю, может быть, они делают в этой школе из фей, знаете, тех, кто копирует произведения искусства во всяких музеях. Я не знаю, зачем феям нужно учиться перерисовывать рисунки прям вот так. Я думала, что главное на уроках рисования это собственная, не знаю, креативность, широкое мышление, какие-нибудь интересные идеи. Но нет, феям главное перерисовывать. Пятерка. Отлично, котята. Так, замечательно. Ну что, а сейчас у нас следующий урок. И... Стойте, стойте, котят, я получила уровень. И у меня есть возможность изменить свою корону. Смотрите, я могу нажать сюда. И будет рулеточка. Ну-ка, мне попадется какой-нибудь кристалл. И я смогу вставить его наверх короны. Ага, вот этот. Отлично, мне нравится. Но у нас уже началось сплавание, поэтому я тогда быстренько бегу. И поставлю-ка я вот так. Я даже не знаю, какой. Может быть, вот этот, но мне больше нравится предыдущий, который у меня раньше появился. Сохраняем. И смотрите, теперь он будет на верхушке моей короны. И какая-то девочка у меня в волосах. Мяу. Так, отлично. И я думаю, что раз нас в плавании, мне срочно нужно снять юбку. И где я? Где я? А-а-а! Я уже упала! Котят, юбки это зло. На уроках физкультуры и плавания они очень сильно мешают. Так, отлично. Я перепрыгнула. И есть еще разочек. Смотрите, все здесь участвуют без юбок. Все знают, что делать. Одна я зачем-то прибежала на плавание в юбке, еще и корону себе пыталась изменить. Вместо того, чтобы к уроку готовиться. Мяу. Ну, пока что я свалилась только один раз. Это хороший показатель. Может быть, мне даже поставят пятерку. Так, ну-ка, пять секунд остается до урока. Нужно не сбей меня, палочка. Так, отлично. Четыре с плюсом. Ну, ладно, хорошо. Котята, а у нас уже начался обед. Ну, знаете, я что-то так устала. Пойду и, наверное, немножечко прилягу. Я же прибежала в школу ночью. И я даже не знаю, как можно вообще после этого подходить на два урока физкультуры. Физкультура и плавание. И еще на урок рисования. Я думаю, что я пропущу обед и немножечко посплю. Вот она моя комнатка. Давайте закроем ее, чтобы никто не потревожил мой сон. Снимем юбку. Вот сейчас точно. Все. И давайте, может быть, даже переоденемся в какую-нибудь пижамку и немного поспим. Вот, мне нравится вот эта вот. Отлично, смотрите, она даже с единорогом. Здорово. Я бы еще сделала себе какую-нибудь другую прическу. Например, вот такую. Да, давайте соберем волосы, спрячем крылышки и немного поспим. Пока да все обедают, я немножечко, немного посплю. Ах, неу, как же я отлично выспалась. Все немножечко полежу в кроватке и обреду себя. Так, подождите. Что это такое? Школьные танцы? Школьные танцы? О, нет. Котята, я все проспала. Я проспала уроки. Я теперь пришла на танцы в пижаме. О, нет. Неу. Так, так, может, туда вообще не идти. А подождите, что происходит? Неу, как я проспала? У меня же было еще два урока. У меня же была еще химия и урок компьютера. О, нет, котята. О, нет, вы смотрите, я правда, я пришла на танцы в пижаме. Что делать? Нет. Так, давайте я куда-нибудь спрячусь здесь. Быстренько и буду переодеваться. Вот, например, за стойку с конфетами. Я... Подождите, почему я не еду? Котята, нет, дайте спокойно переодеться. Что это такое? Почему я не могу остановиться? Нет. Так, так, куда-нибудь. Вот за дерево. Это же дерево. Так, отлично. Все, все, я сюда забежала. Там уже ребята начали зарабатывать на лимбо. А я... Нет, нет, котята. Так, как так можно вообще так быстренько? И да, я спала в короне. Ну, подумаешь. Так, сначала надеваю юбку, чтобы никто ничего не заметил. Юбка. Отлично. Кстати, выглядит довольно неплохо. Юбка на пижаму в этой игре мне нравится. Как я могла проспать? Мяу. Так, быстренько. Какую-нибудь одежду. Так, котята, я надела первую попавшуюся кофточку. И все, все, я готова. Как будто ничего не было. Так, только никому не говорите, вы ничего не видели. Я не пропускала уроки и не приходила в пижаме. Мяу. И это вам только кажется. Все, я теперь играю в лимбо, как и все. А, все, все отлично. Все замечательно. Мяу. Только бы никто не заметил. Как это вообще случилось? Я прилегла всего лишь на пару минут. Котята, ну, ну хоть как нельзя. А съем-то я вот эту вот штуку. Окуну ее в шоколадный фонтанчик. А то я еще и обед пропустила. Так, давайте присядем и поедим. Мяу, котя. Как вообще это могло со мной произойти? Я же такая ответственная кошка. Я же никогда не выпускаю уроки. Ну, почти. Хорошо еще хоть макияж каким-то образом успела себе сделать. А то вы представляете, если бы я сейчас пришла на танцы. Мало того, что в пижаме, так еще и с тем макияжем, с которым я спала. И мы уже голосуем за короля и королеву балла. Так, я никого не вижу. Я буду голосовать вот это король. Мне кажется, да. Вот этот парень похож на короля. А королева, я даже не знаю, котят. Даже не знаю. А вот так вот сложно кого-то оценить. Половину еще и не видно. Но давайте вот я знаю, что это моя подписчица. Пусть она будет королевой. Отлично. Но я не думаю, что меня выберут королевой балла после того, как я прибежала на балл. Что? Я королева балла, котята. Так, запоминайте. Чтобы стать королевой баллом, нужно прийти на него в пижаме. Все вас запомнят, заметят и сделают вас королевой. Вы просто посмотрите. Мяу. Обалдеть. Обалдеть. Я король... Ну, правда, я будем король балла, да. Чтобы стать королем баллом, нужно прийти на бал в пижаме. Котята, мне очень стыдно, что я пропустила уроки. А вы выбрали меня своей королевой Бала Но здорово, здорово Мне нравится, котята Это было забавно В общем, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Подписывайтесь на канал моего друга Лео И смотрите его видео А также не забывайте про наш конкурс Рисунков человека подводного слона Мы очень ждем вашей работы В общем, котята А я думаю, это все Я королева Бала, я проспала уроки И всем пока Мяу